привет сегодня у нас вот такая вот большая посылка это это моноблок он да с ним такая история покупал его еще 16 октября сейчас мы его распакуем и посмотрим на него в общем таможня не пропустила и там очень длинная такая закрученная история с таможней покупал его по акции в два раза дешевле чем регулярная да то есть обычная цена и таможня не пропустила мне пришлось отправлять обратно и так далее я чтобы не занимать время кому интересно в конце видео там просто на 8 минут писал уже этот рассказ весь кратенько пытался вложить как можно короче но он получился аж на 8 минут поэтому в конце видео я его добавлю и если кому будет интересно можете перемотать просто в конец и послушать это батарейки из икеи хорошие батарейки будем пробовать 2 450 и упаковочек это отдельно как отвертка крепления какие-то блоки это посылочка тоже отложим здесь накладные емс она интересно здесь какие суммы указали валью с gd не знаю валью с gd что это в общем накладные провод вилка китайская блок питания блок питания модель получается 18 ампера выход 12 вольт 4 ампера немного получается еще вот такой вот какое-то крепление сейчас будем разбираться так его собрать поменять его ракурс камеры клавиатура и мышка есть батарейки клавиатура прикольная клавиатура кстати вот уже видно невооруженным взглядом но сейчас мы это все рассмотрим более крупно давайте монитор посмотрим инструкция как это все собирается с картинками здоровенный какой-то блок очень тонкий вот не знаю как он будет по производительности но я его брал но не знаю брал на замену старому своему компьютеру на процессоре не 3 200 на одном из обзоров планшета он уже был четенький немножко вогнут вот так выглядит сзади у нас два юсб порта здесь у нас это крепление и снизу идут питание юсб юсб 4 получается lan hdmi и выход звука блин очень круто сделано он dc 270 12 вольт 4 ампера серийники вот здесь воздухозаборники вот здесь лог есть киева кнопка включения вот только я помню операционной системы в нем нету вот отлично что есть болтики все гаечки получается четыре вот этих два больших это скорее всего основание прикручивать и 4 поменьше это скорее всего вот сюда а крышечка пластиковая закроет у нас это все безобразие с болтиками и отлично на тверку даже положили мне очень нравится такой подход когда все продумано и все есть так давайте наживим все основная ножка она прорезиненная такая она резина не мягенькая жесткая жестковато и так по моему нас рожки эти должны смотреть вперед вот так вот это должно быть и вот здесь у нас заходит два болта наш смотрим правильно я прикрутил или неправильно да правильно рожки смотрят вперед в общем где-то тут только еще можно открутить до установки винта то есть для установки винчестера видите нарисована инструкция то есть тут снимаем заднюю крышку вот эту вот панель и можно установить винчестер инструкции это все есть как это делать дополнительный винчестер но он нам не нужен я так понимаю что здесь должен быть внутри винчестер смотрим по характеристикам что у нас здесь не понять процессор n2930 intel ddr3 ddr4 то есть какие тут характеристики не понять и здесь мсдос windows ну то есть куда он чтобы все подходит но все на китайском и не с одной стороны нету ничего английского все полностью на китайском так смотрим вот так получилось круто в общем общий очень пока его не подключил то есть давайте посмотрим клавиатуру клавиатура огонь кнопки нажимаются мягенько и без звука ну такой совсем совсем ели energy вот она с обратной стороны так выглядит здесь наверное батарейка должна вставляться до отсек для двух мини пальчиковых батареек или да для двух мини пальчиков и вот давайте сразу и вставим их там положили вот такие вот две давайте посмотрим мышку клавиатура он до именно ухты и мышка классная вообще блин прекрасно мышка я сейчас пользуюсь вот такой вот недавно покупал обозревал сяомишную мышку она ниже и мне не настолько удобно на это немного вот здесь собирается по углам немного грязь но быстро вот обтирается то есть взяли оптёрли и она чистенько вот ой на классом на компьютере что-то в общем вот это вот такая у меня дома стоит по форме только он не он давская а м 185 она подобной формы вот она мне очень удобно такая мышка я думаю будет очень классно скролл с небольшим таким потрескиванием есть настройка dpi клацается хорошо вот это вот две боковые это не кнопочки это просто такой интерьерчик дизайн вот и элементы дизайна вот и клацается прикольно давайте сразу ставим батарейку питается от одной батарейки тоже очень клёво вот надеюсь будет разряжаться не сильно потому что дешевые батарейки они разряжаются очень быстро вот например моя логи течевская которая стоит она реально в одну там по одной батарейки хватает на полгода вот включили красный индикации давайте посмотрим длина кабеля кабель вот блок питания от блока питания который заходит в монитор не знаю он такой жестковатый ну оплетка мягкая но сам он гнется жестковато тоненький он по сравнению там допустим с ноутбучными он тоньше раза в два вот но основное питание который в розетку вставляется можно его сразу не напрягаться он на этот кабель стандартный просто идет с китайской вилкой мы можем просто заменить любого от любого системного блока взять уже нормальный кабель и у меня белого белого нету есть у меня черный просто мы черный будем использовать и все уже контрасте как выглядит такой монитор вот ноутбук и вот такой вот монитор это девятнашка вот и на контрасте можно посмотреть как это выглядит на рабочем столе включил я все вот сейчас и столкнулся сразу как только подключил сразу столкнулся с небольшой проблемой я пытался подсоединить клавиатуру там пытался нажимать на какие-то клавиши на клавиатуре ну и понял только немножко позже что я болван потому что клавиатура подключается вместе с мышкой мышка подключается через юсби свисток вот он здесь находится и ему нужно вытянуть и встать я просто думал как как подключить клавиатуру ни к чего нету здесь как ее подключить вот и на мышке вообще не задумывался потому что для установки windows а мне мышка в особо не нужна вот и потом уже когда я немного полазил я все-таки понял что вот здесь вот есть свисток все-таки мы подключили мышку и все теперь заработала клавиатура то есть это один из моментов если вдруг кто-то купит моноблок и не будет понимать почему же не подключается клавиатурой как ее вообще подключить вот совет берете из мышки свисточек вставляете его в юсби порт монитора и сразу все моментально заработала вообще и так вот так выглядит мой рабочий стол сейчас я полностью перешел на моноблок со своего ноутбук и так я перешел полностью с своего ноутбука на ай третьем с процессором i3 и дискретной видеокарты радеоновской и там 8 гигабайт оперативки сюда я перешел полностью здесь мобильный как бы мобильный процессор семнадцатого года первый квартал ну вот видите как быстро все работает для интернета но не хватает много задачности в плане того что не хватает оперативки очень-очень здесь не хватает оперативки планка здесь одна на 4 гигабайта ddr4 она быстро она работает хорошо но мне не хватает того что например на i3 с 8 гигабайтами оперативки у меня не было проблем с загрузкой нескольких браузеров впущен sony vegas то есть у меня много запущено разных приложений и я одновременно как бы переключаясь между ними работают там и блокноты браузеры очень много вкладок как видно у меня в браузере причем в каждом брал как бы несколько разных браузеров открыто у них каждый там разный много висит просто в фоне и я могу допустим какой-то браузер он запущен там какая-то вкладка 1 и я могу целый день к этому браузеру не обратиться он просто у меня висит и все здесь если я начинаю переходить то есть когда я вот работаю в одном браузере в одной вкладке все отлично но когда я начинаю переходить другой браузер мне приходится ожидать по несколько секунд это очень заметно когда ты пересаживаешься с более быстрого компьютера на более медленный вот это очень заметно но в плане того что как все работает то есть эти две-три секунды ну там не две-три секунды может бывать до 5 секунд может до 10 секунд я жду пока загрузится то есть я уже перешел на вкладку и пожду пока загрузится несколько секунд допустим вот видите перешел было белая вот и потом подтянулась и где вот эти вот моменты они немного немного расстраивают и я думаю что наверное все таки нужно сюда подумать добавить оперативки если добавить оперативки будет работать намного быстрее но это как бы моя моя как бы специфика работы она не совсем такая как у обычных пользователей и данный моноблок для допустим домашней работы для серфинга этому впад мы отлично даже для офисной работы где вам нужно загрузить офис какие-нибудь офисные программы и в интернет нужен часто сейчас под большинство переходит что все программы рабочие они через веб-интерфейс работают для этого ну отлично подойдет он даже с теми характеристиками ну тут то есть даже с этим количеством оперативки потому что ddr4 она работает но у меня 8 гигабайт ddr3 в ноутбуке и мне кажется здесь ddr4 работает как будто 6 гигабайт в той оперативке то есть она немножко быстрее да не хватает для некоторых задач то есть может файл подкачки как-то нужно посмотреть поколыпать но я с этим буду дальше разбираться но в целом система полностью работать система живая и я полностью перешел с ноутбука скажу еще замечу в очень мало обзоров вот как текстовый как видео на этот моноблок и да уж дал его я смотрел обзоры и везде сказали что windows стала без проблем с драйверами все отлично нет у меня здесь возникли проблемы причем конкретные во-первых вайфай стандартный драйвер который подтянул windows вайфай постоянно отваливался с этим драйвером то есть нужно было переустановить драйвер для того чтобы переустановить драйвер нужно было скачать его где-то то есть выкачать не нашел я отдельно где можно выкачать эти драйвера то есть нужно пользоваться каким-нибудь специальным софтом типа slim drivers или драйвер pack для того чтобы выкачать эти драйвера вы саму программку выкачать проблемы не не составила но для того чтобы выкачать драйвер там на 170 мегабайт, допустим, там звуковой карты. Звуковая карта вообще, драйвера установлен, но карта, звук не работал. То есть крестик висел и все, звук не работает. Нужно было вставить другие драйвера. И для того, чтобы выкачать этот файл, нужен стабильный Wi-Fi. Но для того, чтобы установить стабильный Wi-Fi, нужно выкачать драйвер Wi-Fi, который не выкачивался, потому что постоянно отваливалась связь. Сидит и возле роутера даже, в упор, приди к нему, все равно будет постоянно отваливаться связь. Как бы вышел из этой ситуации другом. Я взял свисток Wi-Fi, адаптер Xiaomi и через него установил его драйвер. Драйвер есть на флешке, без проблем. Сеть тогда стала стабильной и дальше уже выкачал все драйвера. Поэтому с таким моментом вы можете столкнуться. Я добавлю ссылку на драйвер пак утилитой, которой я пользовался, будет в описании. Один из последних тестов, который я хотел бы провести, это софт, с которым я постоянно работаю. То есть, либо постоянно, либо периодически. IntelliJ IDEA запускается быстро, быстро все работает, быстро все компилит. То есть, в этом плане у меня вообще никаких претензий нет. И вот последний тест, который я хотел бы провести, на основе которого я бы уже сделал окончательный вывод. Это вот Sony Vegas. Сейчас уже запущен проект. Здесь у нас Amazon. Видео будет у нас, выйдет буквально, ну, перед этим видео, обзором про Monoblock, выйдет видео про Amazon. Можете его посмотреть. То есть, сейчас я его хочу скомпилировать, то есть, провести рендеринг. И уже посмотрим. Итак, выбрал стандартные настройки, которыми я кодирую видео. И давайте попробуем запустить. В данном случае мы делаем рендеринг с помощью процессора. И на системном блоке, в своем старом, там, где процессор E3200, там мы рендерим с помощью видеокарты. Соответственно, намного быстрее. Прошло 2 минуты и скомпилило 1%. То есть, ну, грубо говоря, это где-то на час займет этот 22-минутный ролик. В общем, останавливаю тест. Прошло 30 минут. И всего 7% срендерилось. На видеокарте за 30 минут мы бы уже имели более половины. И где-то 40. То есть, такой ролик у меня обычно 20, ну, наверное, около 45-50 минут рендерится полностью. Поэтому рендерить можно, но это долго будет. И если небольшой ролик, то можно как бы, ну, с большими роликами лучше, конечно, что-нибудь взять помощнее с видеокартой. Несколько слов о клавиатуре. Клавиатура мне очень нравится. Здесь ход клавиш очень мягенький. И есть он, да, то есть здесь вот такой вот подъем. И смотрите, вот так она нажимается. И, ну, реально, они мягкие, бесшумные. Ну, такой небольшой, это я сильно нажимаю. Если в обычном режиме, как бы, вот, они отлично нажимаются. Есть, но и минусы у этой клавиатуры. Клавиатура, кстати, подключается к монитору и мгновенно подтягивается. То есть, не надо никаких драйверов, ничего устанавливать. Сразу начинает работать и клавиатура, и мышка. И работают они и в биосе. Ничего настраивать дополнительно не нужно. Вот. Но есть минусы у этой клавиатуры. Первый минус, это большой подъем вот здесь. То есть, ну, для того, кто пользуется такими клавиатурами, я думаю, это не будет проблема. Но у меня с ноутбуком, да, то есть я перешел полностью с ноутбука на моноблок. И у меня кисть, она за счет того, что я очень часто пользуюсь горячими клавишами. И левая рука у меня постоянно находится на клавиатуре. То есть, и первый минус, это подъем. Она немножко высокая. И нужно настроить стол и стул, то есть, чтобы рука была более расслабленная. Потому что вот здесь вот на запястье начинает болеть она у меня. Ну, как бы, это специфика именно моя. То есть, ну, я не скажу, что это у всех так будет. Но вот у меня за счет того, что она немножко высоковата, здесь рука лежит. И кисть все время немножко по верху и немного напряжена. Второй минус, ну, это как бы я нахожу позицию, как такое, ну, на кресле, чтобы рука лежала полностью на столе. Вот. И тогда он легче становится. То есть, ну, иногда бывает сажусь, неудобно сажусь. И поэтому нужно возить клавиатуру, чтобы рука ложилась полностью на стол, чтобы она была не в полуподвешенном состоянии. И тогда все нормально. Но плюс в том, что клавиатура компактная. И ты действительно можешь, как тебе удобно, подъехать ее, подвести так, чтобы рука лежала, чтобы она была не напряжена. То есть, тут тоже, как бы, и минус, и плюс. Вот. Второй минус, это то, что клавиша Windows, она только одна. Я большой любитель горячих клавиш. И, ну, не часто я ими пользуюсь. Ну, допустим, WinE, WinD, это постоянно. То есть, WinE открыть браузер, проводник и WinD свернуть. Это тот, как бы, то, чем я пользуюсь постоянно. И вот, очень неудобно. И приходится привыкать, что здесь нету. Так, я нажимал большим пальцем и так вот так. Раз-два, раз-два. То есть, мог, ну, как бы, рядышком оно. А теперь приходится вот так вот переезжать, чтобы это, ну, как бы, сделать. В остальном клавиатура, ну, реально прикольная. Единственное, что вот я капнул кофе, и оно осталось пятнышко. Видите? И она немножко такая. Она легко вытирается, конечно, но она глянцевая. Вот здесь вот, ну, между клавиш, она глянцевая. Но она, как бы, маркая. И на нее, там, пыль падает. Все, и, как бы, протереть, можно ее без проблем протереть. Она становится опять чистенькая за 2 секунды. Вот. Но, вот такой вот нюанс есть, что на ней видно пыль. И довольно, ну, намного чаще нужно будет ее протирать, чем, допустим, с темной клавиатурой, темного цвета. В остальном все отлично. Клавиатурой я доволен. И, как бы, несмотря на вот эти вот минусы, которые есть, мне ей пользоваться комфортно. С мышкой то же самое. Мышка отличная вообще. К мышке вообще никаких претензий. DPI, отзывчивость. У нее все отлично. Единственное, когда я пользуюсь мышкой, я ее приподнимаю. И вот красный цвет отсвечивает на мониторе иногда. То есть красная индикация. Сейчас попробую показать. Когда пользуюсь мышкой, вот я ее немного приподнимаю. И в момент приподнятия она отсвечивает на экране. И это немножко иногда отвлекает. Но это, как бы, больше придирки, чем минус. Вот. Я специально поставил камеру под углом. И давайте проверим, как в танках играет. Я давно не играл. И как тут режим поменять. Ага, вот. В принципе, сейчас настройки на минимальных. И давайте посмотрим, как она работает. А где вообще часы какие-нибудь данные о том. Ага, вот. Я убрал все. Вот. Ну, я не часто играю в эту игру. Но иногда можно попробовать. И когда там какие-нибудь акции, еще что-нибудь захожу изредка. Могу отвлечься. Знаете, на минимальных настройках выглядит все неплохо. Есть, конечно, вот эти полоски, сглаживание и все. Но, учитывая, как бы, то, что... В общем, круто. Круто работает. Ничего не тормозит. Единственное, что перед запуском танков я позакрывал все вкладки. Все браузеры позакрывал. Для того, чтобы ничего не мешало памяти. Потому что памяти здесь реально много. Ой, точнее, мало. И, ну, ее реально нам не будет хватать. Так, а по мне кто-то пальнул, да? Ну, неплохо. 60 FPS на низких настройках. 60 FPS на низких настройках. Ну, это офигеть вообще. Учитывая характеристики, то есть, ну... Что мы тут... Блин. Держите его. Есть. Сейчас даже хочу попробовать немножко... Сейчас этот уровень пройду. И хочу попробовать переставить на более высокие... На более... Опа! Кто-то по мне тут... Вот так. Звук идет не колонок моноблока, а из колонок обычных пационадей. Смотрите. Смотрите. Настройки на высокие и скажу сразу, что во-первых, они какие-то немножко размытые стали все, а во-вторых, сразу немножко такой притормоз был. Причем настройки-то высокие, а они размытые, как будто качество низкое. Но в меню были тормоза. Давайте еще раз зайдем теперь, потому что с таким качеством играть невозможно. Давайте посмотрим, вот графика высока, ну давайте попробуем, может она сейчас поправится, графика. Да нет, размыто все, как будто, знаете, в таком тумане. Давайте не будем тогда рыпаться и поменяем графику на среднее. На среднее. Но фпс сразу просел, 15 фпс. На среднее меньше стало как бы размытия, но фпс 16, оно применилось хоть? Среднее. Рекомендуемое нажал, и оно все повисло. Может подберет сейчас что-нибудь. Вот, нажал рекомендуемое, и оно вернуло меня на низкое. Просит перезапустить, давайте перезапустим. То есть на среднее графике и на высокое уже не поиграть. Почему-то оно вместо того, чтобы улучшить графику и притормозить все, не нажимается перезапустить. Ну, давайте уже закончим бой так. Вот. Ну, графика стала, смотрю, смазание такая, более детализованная, я бы сказал. Но есть такие притормозы, притормозки. 16 фпс выдает сейчас 70 миллисекунд. В ангаре графика хорошая, классная, но все работает. Жуткими тормозами, то есть мышка даже двигается. Вот, смотрите, как она будет коробку открывать. То есть, в моноблок можно играть, но на минимальных настройках. В принципе, на минимальных, без проблем, все работает. 60 фпс на легке, ну, все классно. В принципе, думаю, если поиграться с настройками графики, то можно настроить, чтобы выдавало стабильно, там, комфортное для игры 30-35 фпс. И графика была немного получше, чем минимальная. В принципе. Ну, поскольку я особо не игрок, и мне раз там в полгода можно поиграть и на минимальных настройках, поэтому я здесь поменяю на низкие. Так. И буду, если буду играть, то на низких. Мне будет. Это не полный минимум, но комфортные 60 фпс на низких, это очень хорошо. Тем более, графика и на низких довольно-таки неплохая. Итак, в сухом остатке мы имеем отличный моноблок. Компьютер все в одном, с клавиатурой, с мышкой, который довольно подойдет для работы, для серфинга в интернете, для текстовых каких-то задач, для офиса и так далее и тому подобное. То есть, все отлично на нем работает. Единственное, что здесь серьезно не хватает оперативки. 4 гигабайта, ну, для меня это мало. И нужно где-то 8, а лучше вообще 16 гигабайт. Но 16 гигабайт стоит за 100 долларов, свыше, чем 100 долларов. Вот. Учитывая то, что монитор, я не смог вернуться. У меня ноутбук на i3, я им пользовался, все отлично. Но я не смог вернуться после такого монитора на 15,6 дюймов монитор ноутбука. Производительность, то есть я пожертвовал производительностью ноутбука. Процессор i3 в пользу моноблока, в пользу того, что за столом теперь все компактно и красиво. Плюс большой красивый монитор, что, ну, лучше моим глазам. Реально, глаза как бы в очках. Я пользуюсь очками Xiaomi TS. Действительно, сейчас вот это вот лучше. Но, как бы, моноблок однозначно советую. Можно сразу, покупая его сразу, если у вас много задач, видите, сколько вкладок открыто у меня в браузере. Вот, если вы пользуетесь одновременно несколькими браузерами, там, декстовые документы, еще какие-нибудь программки небольшие. Подойдет отлично, но сразу задумайтесь о покупке дополнительной оперативной памяти. В остальном, все идеально работает, все быстро, все качественно. Подключил еще дополнительный винчестер сюда. Просто, ну, огонь. Вот, ну, и в конце видео я добавляю историю о том, как все вообще это происходило, покупка и так далее, как наша таможня не пропустила. Я купил в два раза дешевле, а наша таможня оценила по цене, по полной стоимости, потребовались меня растамаживать и оплачивать налог. Купил я моноблок за полцены по акции. Многие, кто подписан на наш телеграм-канал, знают об этом. Купил его 16 октября, сразу написал в магазин, чтобы в сопроводительных документах указали полную правильную сумму. Так как мне она подходит, магазин ответил, что все окей, все сделают в лучшем виде. В итоге пришел моноблок в страну быстро, но как только он зашел на территорию таможни, начались происходить странные вещи. Вначале мне позвонил брокер новой почты, Александр, который начал меня морально готовить, что растамаживать данный моноблок я буду от полной стоимости, а не от фактически оплаченной. Независимо от того, какие документы я предоставлю. И попросил предоставить документы. Я отправил на электронную почту выписку, скрины PayPal, скрины покупки из кабинета магазина и ссылку на товар в магазине. Через пару дней мне перезвонил уже инспектор таможни, который заживал свою фамилию, и начал мне рассказывать, что я должен по таможенному кодексу растамаживать от полной стоимости, которую он придумает, а не от той суммы, которую я фактически заплатил. На мои возражения начал рассказывать мне, как растамаживать автомобили. Я до сих пор не могу понять, почему это. Я переслушиваю запись разговора и вообще не пойму, как он пытался уйти просто в другую сторону, увести меня как бы в разговоре. Потом предъявил мне, что я с ним грубо разговариваю, пытался меня в чем-то обвинить. И в итоге, как бы из разговора я понял, что в моих документах, которые я предоставил, стоит одна сумма, которую я реально заплатил, а в магазин указывает в сопроводительном инвойсе 149 долларов, и поэтому не пропустят они посылку. Я сказал, что это ошибка магазина, а не моя, и в моих документах все верно, и попросил отправить посылку обратно. Я уточнил, если магазин предоставит дополнительные документы, да, то есть исправленные, как бы повлияет это, таможенник сказал, что нет, инспектор сказал, что нет, не поможет. Вот. Но когда я сказал, чтобы отправить посылку обратно, инспектор ажапешил, несколько секунд и только мычал, явно не ожидал такого поворота. Я написал в магазин, сказал, что они совершили ошибку, что они выслали неправильный, как бы, чтобы они выслали мне правильный инвойс. Вот. Когда они мне его прислали, я отправил его на адрес таможни новой почты, но это как бы не помогло, то есть в любом случае посылка никуда двигаться не собиралась. Типа не верим мы вам и все. Вот. В итоге я перезвонил на новую почту, попросил документ, где будет указана сумма, которую требует от меня таможня оплатить, ну и так далее. Почему я должен верить кому-то на слово, тем более в телефоне? На что получил ответ, что у меня такого права нету. И что, если бы я согласился оплачивать пошлину и брокерские услуги, тогда бы мне привезли товар и вместе с ним привезли бы документы. Вот такой вот ответ последовал от сотрудника новой почты Александра. Это все не голословно, как бы это, ну не мое придуманное. У меня есть все аудиозаписи наших телефонных разговоров со всеми сотрудниками, я их сохранил. Вот. Все документы я сохранил, ответ я писал заявление в таможню, ответ их получил, все-все это у меня сохранено. Но для будущего, ну пока я не считаю нужным это все раскрывать, но возможно, если опять какие-то последуют от таможни подобные выходки, я это, конечно, все опубликую, сделаю, сформирую в отдельное видео. Данное видео уже у нас про моноблок больше, чем про таможню. Документы мне новая почта не предоставляет, я перезвонил на таможню и потребовал от инспектора Ивана Ивановича документы. Он сказал, что эти документы, они предоставляют службы доставки, и мне предоставить их не обязаны. Получается тупиковая ситуация, у меня украли посылку. После этого я обратился на отделение новой почты и написал претензию о том, что они в лице инспектора таможни и сотрудника новой почты украли посылку и потребовал вернуть мне стоимость этой посылки, то есть, ну фактически, которую я заплатил в переводе на наш курс, на день, когда я писал заявление. Ну и вообще там претензии указал, что где моя посылка, почему ее не доставляют, ее что, украли и так далее. То есть, ну в итоге, через несколько дней со мной связалась уже девушка, типа начальница этого Александра, предоставила мне эти документы, то есть таможенную вот эту выписку, где указано, что я должен оплатить пошлину с полной стоимости, да, там 390 долларов на момент, там была указана полная сумма товара, якобы, да, у Gearbest данный товар стоит 1400 долларов и типа 73% скидка и получается 390 долларов он стоит. Ну якобы так, я не знаю, почему так Gearbest эту политику делает, ну скорее всего это маркетинг, что вот товар стоил столько, а мы аж такую огромную скидку делаем, ну это все бред, то есть он продавался по 400 долларов, как продавался, так и продается этот моноблок. Ну а я купил его в 2 раза дешевле. По акции, там акция была, один моноблок можно было купить со всего мира, вот я один его и купил. Дальше мы поговорили с этой девушкой, ну она сказала, дала мне все документы, извинилась, говорит, что мы отправим посылку, ну и мы договорились с ней, что когда посылка будет отправлена обратно, она мне скинет номер трека. У сотрудников таможни есть свои внутренние инструкции, которые против таможенного кодекса согласят по максимуму, даже если есть подтверждающие документы об оплате, ниже средней цены по рынку, заворачивать такие посылки и оценивать в ту сумму, которую они найдут на подобный товар, для того, чтобы собрать больше пошлин. И людям останется два выхода, либо подать в суд и выиграть его на первом слушании, так как есть уже решение Верховного суда о том, что нужно оплачивать налог на разницу между необлагаемым налогом-лимитом в 150 евро и фактически оплаченной суммой. Но в связи с неграмотностью населения и сложностями судебной системы, которая от человека, не знающего, как это работает, потребует затрат как денежных, так и временных, у человека останется один выбор – платить пошлину, поплакать и забрать свой товар. Я же выбрал третий вариант – отправку товара обратно продавцу, тем более вина не моя. Все было на моей стороне. Ну, поняв, что таможня не пропустит эту посылку ко мне, даже если со стороны магазина будет оформлены правильно документы, я понял, что лучше поступлю по-другому. И когда товар пришел обратно в магазин, я попросил их отправить на моего родственника, который по службе часто мотается в РФ и может привезти мне посылку оттуда. А лимит на ввоз с собой составляет 500 евро. Магазин ответил, что они могут бесплатно исправить документы и отправить посылку ко мне повторно, но этот вариант, я уже как понял, я с таможней, как бы, ну, все равно пришлось судиться. Поэтому я попросил их все-таки отправить на родственника. Они сказали, что нужно заплатить 25 долларов за доставку и они отправят. Все, я заплатил 25 долларов и в итоге посылка была доставлена родственнику, ну и уже доставка от родственника ко мне стоила 20 долларов. Итого, товар подорожал на 45 долларов, но это получилось все равно в два раза дешевле, чем покупать товар по полной стоимости. Поэтому покупку даже с таким геморроем считаю оправданной. Вот такая вот история. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.